Розы Вот и приходится таким нехорошим делом заниматься, кромсать такую увядшую красоту. Но эту я, пожалуй, возьму домой, она еще терпит. А вдалеке Роклис сделал арку и мы тоже посадили розы туда вьющиеся. Вот сейчас они распустились. И такую красивую арку придется осиротить своими руками. Сегодня я наконец решилась сделать экзекуцию этим розам. Так я ими любовалась, любовалась, но хочешь не хочешь, нужно их резать, потому как уже отцвели. Порадовались и хватит. Надо дать растению отдохнуть. Режу я, конечно, не так, как там пишется в книгах. Режу по своему уму. Ну уж, что делать? Некогда. Не то, что некогда. Эксперимент посчитаем. Пусть отдыхает немножко, а потом так же нас радует. Я снимаю куст рост, который находится на одной из террас. Сейчас я его приближу. Вот он разросся, превратился в такую красоту. А посадили мы его несколько лет назад. Вот последние розы, которые остались в дворе, режу нещадным образом. А очень жалко. Когда-то они еще вырастут. Будем ждать неизвестно сколько. Ждали очень долго, пока они зацветут. Сначала пока примутся, пока зацветут. А обрезать это пару пустяков. Раз и все, и их нет. Бай-бай. Я показываю, как растут тыквы в нашем огороде номер два. Вот так они спускаются с огорода на каменную стену. И сейчас я покажу цветы, из которых мы будем готовить необычное и интересное блюдо. Я показываю сблизи. Вот так он, оранжевый или желтый, на зеленом фоне так красиво смотрится. Такие цветы пустоцветые. И они очень хорошо подойдут для нашего дела. Сегодня я буду готовить греческое блюдо. В переводе на русский язык оно будет называться жареные цветы тыквы. Вот так приблизительно. Я их помыла. И здесь нужно будет отрезать вот эти вот плодоножки. Убрать вот эти зелененькие хвостики. И в середине у нас есть пестик. Его нужно тоже убрать. Как это делать я покажу. Рядом у меня стоит начинка для этих цветочков. Это фета и творог домашний из козьего молока. Вот этой начинкой мы будем начинять цветочки. Сейчас я покажу как почистить. Вот мы чистим вот эти вот отросточки и обрезаем плодоножки. Вот так я сейчас буду это делать. И откладываю сюда. А потом я буду внутри вытаскивать уже пестик. Я покажу какой. Вот таким образом я почищу все цветочки. Вот это нехорошо. И здесь осталось. И в серединке мы будем доставать пестик. Вот он пестик у нас. Вот такой. Конечно надо поаккуратнее. Попробую осторожнее его доставать. Чтобы цветок сохранился целым. Тут уж как получится. Вот таким образом достаем пестик. И тоже выбрасываем. Разорвался. Ну да это ничего. Даже если будет разорван. Итак. Я почистила все цветочки. Вот такие пестики. У них в середине. А это у нас начинка. Я уже говорила с чего она состоит. Сейчас я буду начинять эти цветочки. Вот так открываем. И заталкиваем начинку. Ой упала. Заталкиваем начинку сюда. Вот так она у нас будет. Дальше. Другой берем. И так до конца. Ну вот так как-то из ловчицы засунуть можно. Последний цветочек получился маленьким. В общем все ушло. Он сам по себе маленький. Не то что получился. Но и начинки было мало. Теперь я показываю вот это кляр. До этого я приготовила кляр. Ну все знают что такое кляр. И одновременно налила масло в сковородку. И немножко добавлю масло сюда в кляр. Так рекомендуют. Ну и сейчас сковородка накалится и будем жарить. Вот эта тарелка. Для готовых цветочков я ее застелила бумагой. Чтобы лишний жир у нас стекал в бумагу. И так начнем пожалуй. Вот таким образом я макаю в кляр. И ставим на сковородку. Жарка началась. Пожалуй я вот так возьму. Над сковородой. И будем сюда ложить. Жариться они должны 2-3 минуты с каждой стороны. Вот немножечко они у меня присоединились друг к другу. Но это не страшно. Это можно разъебелить. Сейчас начнем снова переворачивать. Потому что уже довольно хорошо прожарились. Я перевернула цветы. Но они прожарились неравномерно. Потому что горелка у меня плохо работает. Цвета старая. Потом те которые не дотаренные я еще немножко перевернула. Я выключила огонь под сковородкой. И сейчас когда уже перестанет шипеть и немножечко. Постынув я поставлю вот сюда на бумагу. Чтобы лишний жир она впитала. Выложила на тарелку. И вот такой вид у нас получился. Но должна сказать что вкусно. Потому что перед этим мы такое делали. Итак блюдо под названием жареные цветочки тыквы. Я же закончу. Пустоцветами в огороде. Которые ждут свои участи. А с вами я прощаюсь. Спасибо что посмотрели. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До свидания. До скорой встречи. До свидания. До свидания.